Социальный хлеб подорожал сразу на 10 тенге в Итарау. Если раньше буханка белого хлеба первого сорта стоила 81 тенге, то сейчас ценник подняли до 91 тенге. Что стало причиной резкого подорожания самого важного продукта, узнавал наш корреспондент. Причины подорожания социального хлеба связаны с повышением цен на сырье, используемое в производстве. Сначала мукомольное предприятие подняло цену на муку первого сорта со 155 тенге до 165 тенге за килограмм. Затем поставщик муки поднял стоимость муки со 145 тенге до 155 тенге за килограмм. В результате пекарни подняли цены на свой хлеб, так как выросла стоимость муки первого сорта – электроэнергия, коммунальные услуги, ГСМ и зарплаты работников. Жители возмущены тем, что стоимость продуктов питания меняется каждый день. 10 тенге – разница. Все дорожает. Раньше хоть цена на хлеб стояла на одном месте. Все везде дорожает. Так что, как говорится, значит, так, как говорится, Богу угодно. Ничего, проживем и без этого. Например, у нас большая семья. Мы покупаем 2-3 булки хлеба. И это уже ощутимо. Думаю, многодетным семьям будет вообще нелегко. Несмотря на подорожание, стоимость хлеба из стафонда ниже средней цены в других магазинах. Разница доходит до 30 тенге за буханку. Отметим, что сейчас в области нет дефицита муки. В стабилизационном фонде хранится 883 тонны зерна. Кроме имеющегося поставщика, который в целом охватывает регион, ежегодно дополнительно 2000 тонн зерна доставляется из Западно-Казахстанской области. Для поддержания стабильных цен мы контролируем получение социально значимого товара напрямую от производителей через трейдмаркет. Цены на продукты в Казахстане остаются нестабильными. В некоторых регионах продовольствие дорожает, а в некоторых, наоборот, дешевее. Причем касается это не только социально значимых продуктов.